Победоносный голос верующего В имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы окажетесь в южной части, в центре южной части штата Лузиана, вы найдете там маленький город, который называется Дэрроу. Дэрроу. Это очень маленький городок, маленький сельский город. Там живет не больше, чем несколько сотен человек. Этот город растет, но в нем есть церковь. Так вот, в той церкви тысячи людей. Я заезжал на парковку этой церкви, и машин на ней было больше, чем живущих в городе Дэрроу, штат Лузиана, людей. Я имею в виду не просто больше людей. Там на парковке машин больше, чем во всем городе Дэрроу, штат Лузиана. И это очень сильная церковь, частью которой вы можете быть. И там есть кто-то, кто будет учить вас, как процветать в жизни. И сегодня основатель этой чудесной церкви, доктор Лерой Томпсон, здесь с нами. И, брат Лерой, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришел. Ты должно быть один из самых занятых людей на планете. И ты нашел время, чтобы прийти сюда и благословить людей, и благословить Господа вместе с нами. И, кроме того, для меня честь называть тебя своим другом. Для меня благословение, что ты здесь. Мы с Леройом проговорили бесчисленное количество часов. Бывало, иногда мы садились и говорили целый день об Иисусе. Просто разговаривали о Слове Божьем. Да. Он и Кэролин приезжали к нам, и мы просто садились и разговаривали весь день. И тема нашего сегодняшнего разговора, если у нас, как обычно, не получится сразу к ней перейти, мы в итоге все равно к ней придем. И к этой теме должны обращаться все разговоры всех верующих. Вы придете к такому моменту, когда вы поймете, что семя является в жизни самым важным. Точно. Ничто. Ничто во Вселенной. О чем мы знаем? На Земле. Ничто в этой жизни. Животные, растения, люди. Что бы там ни было, ничто не происходит без семени. Точно. Хорошее или плохое, ничто не происходит без семени. И чем глубже вы в это вникаете, Иисус сказал, что все Царство Божье, небеса и земля, подобны тому, как если человек бросит семя в землю. Слава Богу. Это сильно. Из всех, кого я знаю, никто не живет к этому ближе, чем Лерой Томпсон. Поэтому я просто собираюсь сесть и предоставить ему слово. Потому что, знаете, когда Бог кладет вам на сердце какое-то поручение, то, получая первое задание из этого поручения, вы набрасываетесь на него, как товарный поезд, несущийся на полной скорости. Но затем, когда вы продвигаетесь в этом, приходит большее откровение, и вы прибавляете газу снова, снова и снова. И Бог совсем недавно говорил Лерою об этом на более высоком уровне. И я, говоря об этом с Господом, сказал, «Господь, да будет воля Твоя». Но, может быть, есть Твоя воля на то, чтобы его немного подтолкнуть. Подтолкни его к тому, куда мы все хотим попасть. Я знаю, что это и сердце Лероя. Так что, Лероя, открывай слово Божье. И давай пойдем туда, куда Дух Божий хочет, чтобы мы пошли. Брат Коупленд, я счастлив быть здесь с вами. Я чувствую Божье присутствие. И у нас есть о чем сегодня поговорить. На этой неделе и на следующей неделе. Это началось с откровения о том, что деньги приходят к телу Христову. Затем Господь начал открывать мне различные сферы. И Он сказал мне говорить, «Я не буду нищим ни одного дня в моей жизни». Вы помните это? И я помню, когда я начал проповедовать о процветании, финансовом процветании, Господь говорил мне, «Я стоял и служил людям по всему миру. И Он говорил мне смело и сильно делать ударение на том, что большой процент людей в теле Христовом банкроты. Но так не должно быть. И в этом нет только лишь их вины. Но большой процент тела Христова по-прежнему живет в бедности». Лерой, я помню самый первый набор твоих кассет, которые я слушал. И я помню одну вещь, которую ты сказал. И это просто засело во мне. И с тех пор это стало частью моего мышления. Это было несколько лет назад. Но это стало неотъемлемо частью моего мышления. Когда ты обратил на это внимание и сказал это тому собранию, которому ты в тот вечер проповедовал, ты сказал, «Возможно, у вас есть на счете в банке 50 тысяч долларов». И вам это греет душу. Но вы нищие. Вы нищие, да. И я знаю, что люди начали ворчать и бурчать. «Ну, я не нищий, у меня же в банке есть 50 тысяч долларов». И ты сказал, «Что вы можете сделать с этими деньгами? Вы даже не сможете купить новую машину, разве только какую-нибудь из дешевых». У вас нет никаких денег. Вы ничего не можете сделать. Но вы можете вложить эти 50 тысяч долларов в строительную программу церкви. И все одобрительно похлопают вас по спине. И это будет отличное семя. Не поймите меня неправильно. Но после этого вы нищие. Это уловка врага. Он говорит, «Копи, копи, копи». Но на самом деле вам не нужно ничего копить. И враг пытается заставить вас думать, что работа является вашим источником. И эта система заставила верующих поверить в то, что нужно иметь хорошую работу, откладывать деньги на пенсию, накопить 50, 60, 70 тысяч долларов, и тогда у вас все в порядке. Но Божья работа, Божье поручение, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Вам нужно либо идти самим, либо кого-то послать. Настолько важным является Евангелие. И послание, которое Бог дал мне теперь для тела Христова в этой новой книге, о которой мы поговорим на этих передачах, начиная с «Я не буду нищим ни одного дня в моей жизни» и до «Вы нищий». И затем Господь вложил это в мой дух. И это для всего тела Христова. Неважно, на каком уровне может находиться сейчас человек. Пленник. Начнем с того, что пленник, человек, находящийся в каком-то финансовом плену, или любой человек в теле Христовом, у которого есть какие-то финансовые проблемы, если они будут слушать эти передачи, произойдет следующее. Бог вложит в их дух и покажет им, где бы они сейчас ни находились, как выйти из этой нищеты и войти в то, что принадлежит им, как верующим по завету. Именно это с ними и произойдет. Первое, я верю всем своим сердцем. Я верю в это в своей личной жизни. Как ты только что сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Это для каждого верующего. Поэтому вам либо нужно идти, либо кого-то послать, либо делать и то, и другое. Но это наше основное призвание в жизни, кем бы вы ни были. Если Бог призвалось быть банкиром, это не является вашим основным призванием. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Вот ваше основное призвание. А ваше призвание быть банкиром является частью этого. Точно. Но если я собираюсь послать вас, а сам собираюсь остаться дома, и делать то, к чему призвал меня здесь Бог, мне придется послать вас с таким же обеспечением, с каким бы я послал самого себя. Точно. Я понимаю. Я не могу вложить 100 долларов. Вы идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению, и думать, хорошо, на этот год хватит. А потом идти и получать доход в 150 тысяч или 200 тысяч долларов в год. Неважно, 50 тысяч долларов в год, 30 тысяч в год, 20 тысяч. Не имеет значения. Я не могу вложить в это 100 долларов и сказать, ну вот, Иисус, делай с этим все, что тебе нужно. Теперь я кого-то послал. Вы не можете делать это на таком уровне. Да. Знаете, брат Коупленд, я не знал, как Господь поднимет этот вопрос. Он сказал мне об этом, и я несколько сдерживался. Но ты сейчас заговорил о том, чтобы либо самому идти проповедовать Евангелие, либо послать кого-то. И если вам нужно кого-то послать, то вы должны послать его так, как бы вы послали самих себя. Это должен быть первый класс. Знаете, пошлите их правильно, чтобы они могли выполнить работу без особых затруднений. Господь хотел проговорить кому-то. И это взгляд под другим углом, более широкий. Но Он вложил в мой дух эти слова, и Он сказал мне сказать это, когда я получу сигнал от тебя или почувствую в своем духе, что нужно это сказать. И вот это слово. Вы богаты, и вам это под силу. И Он сказал мне, говори это не только тем, кого я хочу привести к богатству, но начни говорить это тем, у кого есть богатство. И Он сказал, передай им эти слова. И хотя я собираюсь говорить о том, что вы не нищий, у вас есть семя, но Он вложил эти слова в мой дух, чтобы сказать, сказать с экрана, сказать им, потому что есть люди, которые в финансовом отношении способны поддерживать ваше служение, поддерживать мое служение, помогая нам двигаться вперед. И Он говорит, скажи им, вы богаты, и вам это под силу. И я хочу, чтобы вы сказали мне, когда это произойдет. Бог собирается проговорить кому-то. Есть некоторые очень богатые люди, которые смотрят нас сейчас, и Богу нужно было обратиться к ним на другом уровне. Он хотел пророчески проговорить эти слова в их сердце, что Он дал им то, что у них есть, и что Он хочет, чтобы они расширили масштаб своего даяния. На каком бы уровне вы ни находились, вы не можете давать на уровне другого человека. Вы должны давать на своем уровне. Вот так. Знаешь, Лерой, это вопрос отношения сердца. Есть люди, у которых еще не такой уж большой доход. Да. Но им так хочется проповедовать Евангелие, им так хочется поддерживать церковь. Такие же люди есть и в твоей церкви. Что бы они ни делали, о чем бы они ни думали, они преследуют лишь одну цель. Я хочу, чтобы дело Иисуса преуспевало. И когда такой человек кладет в корзину для пожертвований 500 долларов, это является значительной частью дохода его семьи. Конечно же, они верят Богу об урожае, но их главное желание, это чтобы преуспевало дело Иисуса, его церковь, его служители, чтобы души приходили в Царство Божие. Таково твое желание, таково и мое желание. Но есть другой человек, он тоже кладет 500 долларов. И я не знаю, может у него всегда при себе в бумажнике есть 500 долларов. Та же самая сумма. Но отношение сердца другое. Да. Вы богаты, это то, что он сказал. Вы богаты, вам это под силу. Он сказал мне сказать это. Я верю, что эти слова проникнут во многие сердца, потому что существуют разные уровни. Я учусь, чтобы привести тело Христово к сбалансированному состоянию в финансах. Но есть те, кого Бог уже привел к благословению через какой-то бизнес. Он уже благословил их. И он впервые мне такое сказал. Он сказал, начни говорить так же и к богатым, потому что им тоже нужна помощь. Они нуждаются в том, чтобы стать свободными и выполнять то, к чему я их призвал, чтобы дело Евангелия двигалась вперед. Мы будем обращаться к этой новой книге. Я думаю, что она коснется многих. Все могут выйти на свободу. Все могут стать финансово свободными. Все могут освободиться от финансового бремени. И эта книга называется «Вы не нищие, у вас есть семя». Когда Господь впервые проговорил это в мое сердце и начал показывать мне места Писания, Он дал мне два следующих места Писания. Бытие 8.22 и второе послание к Коринфянам 9.10. Это два сильных места Писания. Бытие 8.22 «Впредь во все дни земли сенье и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И первая часть этого стиха «Во все дни земли сенье и жатва». Помню, как много лет назад Брад Коупленд, еще будучи баптистским парнем, я слышал, как вы с Глорией проповедовали о процветании и об этих духовных финансовых законах. Это было давно, еще до того, как Господь мне что-либо сказал. Я еще не был призван проповедовать. И я слышал, как вы говорили о духовных законах урожая, и телу Христову пора понять, что без семени ничего не произойдет. Вам придется вернуться к семени, поэтому я начну говорить о некоторых вещах. Я прочитаю второе послание к Коринфянам 9.10, чтобы у нас были эти базовые места Писания. И затем я начну делиться некоторыми откровениями, которые, я верю, Господь дал мне для тела Христова. И я верю, что многие люди обретут свободу через эти передачи. Во втором послании к Коринфянам 9.10 говорится, «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст, обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Посмотрите на последнюю фразу. «И умножит плоды вашей правды или праведности». Так что ваше сеяние как-то связано с плодами вашей праведности. Напрямую с ними связано. Интересно, правда? Плоды вашей праведности. Так что, брат Коплинг, одна из характеристик, я записал это, одна из характеристик семени в том, что оно может умножаться. Когда вы поймете потенциал и силу семени, вы узнаете, как через сеяние выбраться из любых финансовых трудностей. Когда мы осознаем этот духовный закон, когда мы осознаем Бытие 8.22 в Ветхом Завете и Второе Послание Коринфянам 9.10 в Новом Завете, где сказано, что он дает семя сеющему, то любая финансовая проблема, когда мы осознаем потенциал и силу семени, поскольку он сказал, что он умножит посеянное семя, через сеяние вы сможете выбраться из любых финансовых трудностей. Я думаю, что мы еще не до конца это поняли. На каком бы уровне вы ни находились, через сеяние вы можете подняться на другой уровень. Семя переведет вас на другой уровень, потому что он пообещал дать вам семя. И он пообещал умножить семя. Поэтому, если вы сеете на том уровне, на котором вы сейчас находитесь, потенциал и сила семени нацелены на то, чтобы вывести вас из любой финансовой проблемы. Люди пытаются выбраться из нее, прибегая к помощи молитвы, прибегая к помощи исповедания, прибегая к помощи чтения. Это не будет работать. Прибегая к помощи работы. Так у вас ничего не получится. Они работают на нескольких работах, но так этого не получится. Вы можете выбраться из этой системы, из недостатка, из рабства финансов, только лишь изучая Божьи духовные законы сеяния и жатвы, и высвобождая свою веру в отношении этого. И это начнет происходить и в вашей жизни. Так что финансовые трудности — это не проблема для верующего, если этот верующий понимает свойства семени. И поэтому Слово Божье говорит, Господь говорит, «Вы не нищие, у вас есть семя». Одна из причин, почему Он говорит, что вы не нищие, заключается в том, что Он пообещал давать семя сеющему. Со своей стороны вы должны принять решение, «Я буду сеятелем», и начать сеять на том уровне, на котором вы находитесь, и затем Он начнет давать больше семени, и вы начнете сеять. Начнется этот процесс. Вы сеете семя, приходит урожай, поднимаетесь на следующий уровень, ваше семя становится больше, вы сеете семя, приходит урожай, следующий уровень, ваше семя, все увеличивается и возрастает. Поэтому тело Христово должно понять, что необходим обмен, и семя является тем способом, посредством которого вы совершаете этот обмен. Должен произойти обмен. Другими словами, мы как бы возвращаемся к тому месту Писания, где в 18 главе Евангелия от Матфея Иисус сказал, «Все, что свяжете на земле, будет связано на небе». Я использую это место Писания для того, чтобы сказать вам, что этот обмен должен начаться вот здесь. Если вы сеете семя, тогда небеса смогут принести урожай. Небеса уже выполнили свою часть работы. Да. Точно. Все законы здесь. Слово Божие здесь. Иисус уже пришел, пошел на крест и заплатил цену. Грех побежден, и смерть побеждена. Он сошел в ад и пострадал. Он воскрес из мертвых, и сейчас сидит по праву руку величия на высоте, говоря, «Хорошо, что вы собираетесь теперь делать?» Точно. Теперь дело за верующим. Господь уже обеспечил завет богатства, завет процветания. Финансовая свобода доступна для каждого чада Божьего. Но они должны действовать в этой системе. Они должны произвести обмен. Они не могут впускать страх. Им нужно двигаться в вере. Чтобы Дух Божий не побуждал их делать в финансовых ситуациях в отношении сеяния семени, они должны двигаться в вере, доверяя Богу точно так же, как они доверяют Ему во всем остальном. Система сеяния настолько блестяща, потому что Иисус сам является семенем, и мы все тоже появились из семени. Да, Он сам является семенем, не так ли? Да. Это Божье семя, так говорит Слово Божие, чтобы Ему привести многие души в славу. Поэтому слово «сеяние» или «время сеяния» очень важно в библейской экономике. Должно быть сеяние. Время, когда вы сеете семя, если вы хотите получить урожай. и так сеяние, пусть Дух Божий особым образом запечатлит это Слово в сердце каждого, кто нас сейчас слышит. потому что это время приходит, и когда приходит это время, Дух Святой, Он даст вам побуждение. Вот эта почва. Я проповедовал в Чикаго. И когда я шел по проходу в церкви и проповедовал, Господь сказал, «Скажи телу Христову, что многие посылали деньги в разные места, но на самом деле они не сеяли семена, потому что я не говорил им этого делать. Скажи им, что я дам сигнал, когда появится нужная почва. Они не могут сами выбрать, куда они хотят посеять. Только когда я дам им сигнал, другими словами, это горячая почва». Это здорово, Лерой. Я знаю. Я совершал такую ошибку. Я тоже. Я совершал такую ошибку. Я давал по трем причинам. Бог сказал мне дать. Мне казалось, что тому человеку нужны были эти деньги, или мне просто нравилось давать. Мне нравится давать. Но вы даете потому, что так сказал Бог. Он управляет телом Христовым. Не так ли? Он должен управлять нашим даянием. Он будет управлять им, и Он будет удерживать вас от даяния руководимого симпатии. Это не будет работать. Да. Вы должны получить сигнал от Бога, и тогда Бог даст вам семя, но Он также укажет вам и почву. Да, безусловно. Тогда Он умножит это семя. Но этот обмен, потенциал и сила семени, обмен, время сеяния, нам необходимо утвердить это в нашем сердце, чтобы действовать с этой позиции. Слава Богу. Да, жаль, что наше время подошло к концу, но мы вернемся к этому завтра. И именно с этого и начнем. Мы вернемся. Мы с тобой оба из южной части Соединенных Штатов. У нас особый тип мышления, знаете? Точно. Я служил в одном месте, и человек, которого назначили моим водителем и помощником, был очень хорошим человеком. Я почувствовал симпатию к нему с того момента, как встретился с ним. И его звали Лерой. Не Лерой, а Лерой, понимаете? Я спросил его, я сказал, Лерой. Я спросил у кого-то другого. Я сказал, где Лерой? Тот ответил, ой, его зовут не Лерой, а его имя Лерой. Я сказал, хорошо. И спросил, Лерой, ты откуда? И он ответил, Саванна? Саванна. Он не превратился в Лерой, пока не переехал в другую часть страны. Да. Я сказал, Лерой, хочешь, я скажу тебе, как Лерой превратить в Лерой? Он ответил, да, как? Я сказал, дать ему сто тысяч долларов. Понимаете? Аминь. Так что мы, наверное, начнем называть тебя Лерой. Нет, он просто Лерой. Но хочу вам сказать сразу, у Лерой есть что сказать, хвала Господу. И давайте приступим к Слову Божьему. Я так рад тому, что ты здесь, и я так восхищен вчерашней передачей. Это замечательно. Бог действует. Да, время пришло. Оно пришло. Чтобы тело Христово освободилось и сделало то, что Господь заповедал нам делать. Обращаясь к теме, вы не нищий, у вас есть семя, я хочу снова подчеркнуть, что мы должны размышлять о потенциале семени, о силе семени, и мы также должны думать о том, что нам необходимо совершить обмен. Также есть такая вещь, как даяние снизу вверх. Тело Христова не поняло, что можно сеять в кого-то, кто уже распахал свою борозду или свое поле, и урожай уже начал приходить в их жизнь. И они движутся вперед в этом, они уже научились определенным моментом. Тело Христово должно отойти от идеи, что это ваш выбор, куда вы будете сеять. Вам нужно, как я говорил вчера о сигналах, Бог не только дает вам семя, но Он также выбирает почву, в которую Он хочет, чтобы вы сеяли, потому что Он знает, что заставит это семя расти быстрее. Он это знает. Слава Богу. Да. Мы вчера читали 9 главу 2 послания Коринфянам. «Бог дает хлеб в пищу и семя сеятелю». Я только что услышал это в своем духе. Господь проговорил ко мне. Это Его семя. Он должно быть способен сказать вам, куда его посеять. Не только для вашей пользы, но это также и Его семя. Точно. И это единственный способ, которым Он собирается умножить его. Он не собирается умножать непослушание. Он умножит его для уха, которое слышит его, и для руки, движущейся в том направлении, в котором Он говорит двигаться. Это то семя, которое Бог... Это важно, не правда ли, Лерой? Да, это жизненно необходимо. Намного важнее, чем мы себе это представляли. Видите ли, вам нужно быть чувствительными к Духу Святому в плане сеяния. И я думаю про эмоциональное даяние. Даяние из-за восхищения или из-за сильного соблазна давать, когда вы не слышите, что Дух Святой говорит вам делать. Я сиял семена, которые так и не взошли. Я тоже. Хотел бы я получить их обратно. Я делал это из-за эмоций. И когда я видел кого-то в нужде... Я помню, что когда я занял свое богатое место в моей жизни после того, как следовал божественным законам, о чем мы будем учить на этих передачах, Бог вытащил меня, избавил меня от долгов и привел в богатое место, где я был финансово свободен. Однажды я шел, и Господь проговорил ко мне. Он сказал, «Лерой, не пытайся занять мое место». Я не ожидал такого услышать. Я сказал, «Как я могу занимать твое место? Знаешь, ты же Бог». Но он сказал, «Сей только туда, куда я скажу тебе». Он сказал, «Очень часто, когда люди оказываются в финансовом благословении, они собираются восполнить всякую проблему, всякий вопрос, всякую нужду, которую они видят вокруг себя». Я пытаюсь преподать некоторым урок, который они никогда не усвоят, если ты будешь вытаскивать их из каждой канавы, в которую они сваливаются. Он сказал, «Возьми деньги, которые я доверил тебе, и позаботься о том, чтобы получить сигнал от меня или слова, прежде чем ты вытащишь кого-то из какой-либо ситуации». «Просто скажи им, «Да, у меня есть деньги, но я не могу. Это не мои деньги, я распорядитель. И я не могу просто дать тебе, членам семьи, всем». Он сказал, «Не делай этого, если только я не скажу тебе, потому что если ты это делаешь, ты встаешь у меня на пути. А это не очень хорошо». Иногда ты чувствуешь такую тяжесть в своем сердце. О, да. Ты хочешь восполнить всякую нужду. Ты хочешь восполнить их нужду, потому что ты способен на это, но это не Божий путь. Я вспоминаю одного человека. который позвонил мне и попросил меня попросить тебя и Крефла, чтобы вы дали ему денег на ремонт его собственности. Да, они приходят, они звонят со всевозможными просьбами. Задумайтесь об этом на минутку. Я знаю, что он испытывал на себе сильное давление. И Лерой, это тоже часть нашего послания. Он испытывал на себе такое давление, что уже не мыслил правильно. Да. Он знает, что и как нужно делать. Он знает, как нужно думать. Он хватает. Но он уже перестал молиться. Он сдался. Он хватает. Он ищет какой-нибудь способ. О, Боже, может, Кеннет мне поможет. Но я не могу вмешаться и сделать это. И уж точно я не могу позвонить тебе и попросить тебя об этом. Правильно. Другими словами, у него две проблемы. Номер один. Он перестал молиться. Номер два. Он слишком идет на уступки дьяволу. Пока я разговаривал с ним, Дух Господень проговорил ко мне и сказал, «Ты скажи ему, что он слишком идет на уступки дьяволу». Ему нужно разобраться с этим прежде, чем он сможет сделать что-то еще. Конечно, будучи мужем Божиим, он охватился за это и начал действовать. Но дело в том, что давление загнало его в угол, где он делал то, что противоречило его здравому смыслу. Слабость пытается найти другой путь. Я думаю в том, что мы будем разбирать на этих передачах, «Вы не нищие, у вас есть семя». Каждый человек должен быть внимателен к Духу Божьему, и Господь покажет им, как при помощи сеяния они смогут выбраться. Именно так я сам выбрался. Никто. Я тоже. Никто на самом деле не дал мне ничего. Знаете, я не получил кругленькую сумму, которая вытащила меня из долгов. Я сеял. Я узнал силу семени, потенциал семени. Я узнал законы обмена. По сути, есть несколько фактов, о которых мы и говорили. Потенциал, сила, обмен и сеяние. Я хочу поговорить о конкретных фактах, которые необходимо понять в Духовном законе сеяния и жатвы. Первый факт, брат Коупленд, таков. Чтобы получить финансовый прорыв, и это все работает, поэтому слушайте. Чтобы получить финансовый прорыв, вы должны подчиниться Духу Божьему и позволить Ему показать вам, когда наступит время сеять семя. Это факт. Он должен вам показать. Подчинитесь. Он даст вам семя. Но вы должны подчинить Богу ваши финансы, подчинить Богу все, что у вас есть, и ожидать Божьего времени, Божьего прикосновения, когда Он скажет вам сеять семя. Вы не можете спорить с Ним о месте, в которое Он сказал вам сеять. Я думаю, что проблема в этом. У людей есть тенденция желать сеять, но они хотят сеять туда, куда они сами хотят посеять. А факт таков, чтобы иметь финансовый прорыв, вы должны подчиниться Духу Божьему и позволить Ему показать вам, когда наступит время сеять семя и куда сеять семя. Факт номер два. И это очень важно. Я думаю, что это удерживало многих людей от того, чтобы их долги сверхъестественно были погашены, или чтобы сверхъестественное финансовое благоволение в избытке пришло в их жизнь. Мы касаемся опасной зоны, потому что это есть в Евангелии. Иисус говорил о богатом фермере, богатом молодом правителе, богаче и Лазаре. И дальше в послании к Тимофею говорится увещевать тех, кто богат в этом мире, не думать высоко о себе и не уповать на неверное богатство. Но деньги опасны. Если вы получили их и не знаете, как они работают. Если вы не знаете этого. Это одна из форм власти. Да, это форма власти. Я помню одно высказывание. В естественном мире у денег голос громче, чем у всего остального в естественном мире. Итак, факт номер два. После того, как вы узнали, что получаете финансовый прорыв через послушание Духу Святому и сеяние семени, его семени, когда вы хороший управляющий, сеете семя там, где он говорит вам сеять, безо всяких споров. Это начнет изменение. Это первый факт вашего финансового прорыва. Вот второй факт, который Святой Дух дал мне. Мы не хотим становиться богатыми сами по себе, потому что такое богатство заключено лишь в деньгах, и мы не станем подчинять то, что у нас есть Богу. Знаете, вам нужно размышлять о 10 главе Евангелия от Марка, об этом богатом молодом правителе. Я не знаю, получил ли он его в наследство или как-то еще приобрел свое богатство, но он не понял, как действовать в богатстве, когда дело коснулось Бога. Он исполнял все остальные религиозные обряды, сохранял все остальные качества, но он не подчинил эти деньги Богу, потому... Он не посчитал Бога причастным к тому, что он получил эти деньги, правда? Нет, не посчитал. И понимаете... Это так. Если бы тело Христова услышало нас сегодня, я верю в то, чему Бог учил меня о финансах и богатстве, утверждении завета, и о том, для чего нужны деньги, и так далее. Но причина, по которой многие христиане не получают свой прорыв, в том, что они хотят его сразу, но не хотят проходить через процесс. Процесс — это больше, чем просто процесс. Процесс готовит вас к конечному результату. И когда приходят деньги, после того, как вы прошли через определенные моменты, и Бог показал вам конкретные вещи, вот как это работает, тогда вы по-прежнему будете подчинены Богу, когда займете свое богатое место. Так что я хочу, чтобы все, кто нас слушает, снова услышали факт номер два. Вы не хотите становиться богатыми сами по себе, потому что все это заключается только в деньгах. Просто иметь деньги еще не значит быть богатым. Некоторые люди думают, что они богаты, но, как мы говорили, вы не сможете. Деньги не смогут сделать вас исцеленным, но если вы знаете систему, вы можете посеять семя. Но деньги, просто имея деньги, вы еще не богаты. Иметь деньги, быть подчиненным Богу, быть готовым подчиниться Божьему руководству и исполнить то, что Бог говорит вам делать, тогда вы богаты. Но если вы становитесь частью тела Христова, это настолько просто, что вы можете почти пропустить это. Вам необходимо пройти через процесс сеяния. Я имею в виду, это защита. Это защитный механизм, который Бог установил в духовных законах для того, чтобы защитить своих детей. Они прошли через этот процесс. Он установил этот процесс. Послушайте, ваше богатство, ваше наследие, когда вы становитесь частью тела Христова, оно ждет вас. На нем написано ваше имя. Это верно. Да. От основания мира. Оно ждет. Да. Оно ждет вас. На нем написано ваше имя. Вы говорите мне, брат Томпсон, что каждый верующий может быть богатым? Точно? Да, абсолютно. Абсолютно верно. Не все верующие придут к богатству, потому что они не полностью понимают, для чего нужно богатство. И поэтому люди, когда начинаешь говорить о процветании, особенно о финансовом процветании, я знаю процветание, люди начинают сражаться и кричать, что необходимо быть сбалансированными, мы говорим об этом слишком много, и так далее, и так далее. Потому что они не понимают, для чего оно необходимо. Это деньги, у которых есть миссия. Вернемся к этому. Это деньги, у которых есть поручения. И Божья работа, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Снаряжение тела Христова, чтобы евангелизировать мир. Это заявление о финансах. Так что богатство Божье должно идти по воле Божьей и путями Божьими. И вот для этого нужно семя. Семя нужно, чтобы провести вас через процесс, чтобы, как я говорю, научить вас понимать, как действует Бог. Факт номер три. От денег нет пользы, если ими не управляет Бог. Святой Дух должен привести вас к богатству. Это сильные слова. Да, Святой Дух должен привести вас к богатству. Процесс сеяния дает возможность Духу Святому учить вас, учить тому, на что вам полагаться, как доверять Богу всем сердцем и не уповать на свое понимание, признавать Его во всех ваших путях, даже в этой сфере. Семя — это открытая дверь для откровения с небес. Это так, верно? И у него есть потенциал, чтобы вытащить вас, но вам по дороге нужно будет усвоить урок. То есть вы не просто посеете семя, хлопь, и вы уже свободны. Нет, вам нужно будет продолжать сеять, продолжать сеять, потому что, когда вы выберетесь, когда вы станете финансово свободны, когда деньги придут, и когда в вашей жизни будет собрано богатство, вы по-прежнему должны быть сеятелем. Да, абсолютно. Итак, если вы не научитесь процессу, что произойдет, если вы не пройдете через процесс и не узнаете эти факты о деньгах, что деньги сами по себе еще не богатство? Когда вы достигнете определенного уровня богатства, вы перестанете сеять. Поэтому, если вы сеете только для того, чтобы восполнить свои нужды, и вы сеете не потому, что вы любите Бога, вы в неприятной ситуации. Видите ли, настоящий сеятель сеет потому, что хочет, чтобы Божья работа продолжалась. Это семейное дело, это семейный вопрос. Это дело любви. И многие люди, которые слушают нас сегодня, вы просто сеете, чтобы восполнить свои нужды. Вы сеете ради урожая. Я знаю духовные законы, и это правильно, сеять ради урожая. Что человек посеет, то он и пожнет. Я понимаю это. Но когда вы получаете откровение, что вы в воле Божьей, и что вы исполняете волю Божью в своем сеянии, и вы не просто сеете ради денег, но вы сеете потому, что любите Бога, и потому, что хотите быть послушными Богу, это выводит вас на другой уровень мышления. Давай сравним это. У нас осталось 3 или 4 минуты. Давай немного это обсудим. Хорошо. Если я тут стараюсь просто для себя и моих двоих маленьких детей, или моих троих детей, или моих троих детей и их внуков, каким бы ни был размер вашей семьи, я тут изо всех сил стараюсь, чтобы позаботиться о них. Это один уровень. Но совсем другой уровень. Если я директор многомиллиардной корпорации, которая работает по всему миру, и это праведное предприятие, то, чем мы занимаемся, правильное дело, и у меня семья из троих детей и девяти внуков. И вот у нас собрание правления. И трое моих детей и девять внуков, мы все сидим за одним столом. И все мы богаты. И мы не обсуждаем. Речь у нас идет не о квартплате одного из них. Мы говорим об этой компании. Да. О том, что она делает по всему миру. И как она благословляет людей в бедных странах. И у каждого, кто сидит за столом, своя роль. И я, как председатель правления, как генеральный директор, я выслушиваю мнение всех, кто за столом. А затем я принимаю решение и говорю, хорошо, вот что мы сделаем. Но в нашем случае во главе стола сидит Бог. И если мы, если вы родились свыше только сегодня, то и у вас есть место за этим столом. Слово Божие говорит, что Он посадил нас вместе с собой на небесах. Мы за столом, но нет никого, кто стал бы указывать Отцу, что ему делать. Или побежал бы сам по себе и сказал, ну, знаете, я не хочу ехать в Бразилию. Я не хочу ехать в Техас. Я не хочу ехать туда. Я не могу жить этим. Я не могу делать это. Я должен делать это. Я хочу делать это. Я хочу стать таким. Я хочу делать то. Я знаю это Итак, я нищий Хорошо, мой отец научил меня, что если я буду сеять, то сеянем я проложу себе путь на свободу Но я все еще здесь, в своем маленьком дворике Сею все, что могу посеять, и у меня пока недостаточно места, чтобы с помощью сеяния выбраться хоть откуда-нибудь Мне нужно вернуться и снова сеять за тот стол в комнате совещаний Получить мое задание Потому что все это связано с компанией В нашем случае с телом Христовым Полностью О да Это хорошее объяснение, брат Коупланд Потому что вы не можете быть в этом эгоистичными Любой сеятель, который хочет сеять правильно, не может быть эгоистичным Имея то малое, что у него есть Это разрушительно, так поступать опасно Я годами думал над тем, что произошло Люди знают о сеянии и жатве Но некоторые вопросы, о которых мы касаемся сейчас, их необходимо рассматривать Наверное, это расстраивает некоторых людей, но им необходимо понять, что вам постоянно нужны инструкции от Бога Это все связано с Богом Мы находимся в таком месте Да Выше которого Никто из нас еще не был Я хожу в большем откровении Лерой, я получаю больше откровений на каждом собрании, в котором я участвую, чем я раньше получал за целый год Точно так, как это было на передаче вчера Да Дух Божий Проговорил ко мне Это было так громко и сильно для меня Я чуть от стола не отлетел Мы живем в чудесное время Знаешь, брат Коупленд, Дух Господень на мне Та передача вчера Он сошел на меня, и он до сих пор на мне Я хочу обратиться к зрителям Я хочу провозгласить во имя Господа Иисуса Христа Что всякая ваша финансовая проблема разрушается сейчас Что в этом году вы будете так двигаться в сфере финансов, как вы и представить себе не могли Силой Духа Святого Я провозглашаю, что вы свободны от всякого финансового рабства Которое когда-либо вас удерживало Независимо от цвета вашей кожи Независимо от того, какая у вас фамилия Какое у вас образование или способности Я чувствую, как Дух Господень движется в вашем доме, в вашей машине, в вашей спальне Там, где вы сейчас Послушайте, послушайте Дни вашего финансового рабства закончились Я заявляю от лица Бога Всемогущего И Господа Иисуса Христа Силой Святого Духа Я чувствую побуждение в своем духе Глядя вам в глаза, сказать, что вы больше никогда не будете нищим ни одного дня в вашей жизни По мере того, как вы будете следовать инструкциям, когда Господь будет давать вам эти инструкции Вы будете выходить на свободу Вы выходите в совершенно новое место Это ваш год Вы войдете в поток, которым вы никогда раньше не были Во имя Иисуса Я просто почувствовал это Почувствовал очень сильно Отец, мы принимаем Мы принимаем Во имя Иисуса Вам нужно делать сейчас то же самое Скажите, Господь, я принимаю это Я сею это глубоко в свое сердце Я сею это слово в себя Во имя Иисуса Аллилуйя Скажу вам Вам нужно записать эту передачу или законспектировать ее Вам нужна эта передача Чтобы вы могли снова и снова смотреть и слушать ее Записать эти слова Положить их в Библию или там, где вы сможете видеть их каждый день Слава Богу О, Господь, мы принимаем это Кто-то сейчас говорит, я страдаю, я страдаю Брат Коупланд, брат Томпсон, я страдаю финансово Я не могу найти выхода Вам не нужно видеть выход Подчинитесь Духу Божьему Вы не можете увидеть выхода, потому что Он хочет вывести вас Подчинитесь Его Духу Он выводит вас через эту передачу Он выводит вас через знание откровения Он выводит вас верой, а не видением Поэтому подчинитесь Духу Божьему в этот самый день В этот самый час, в этот год Потому что с вами будет происходить такое, что никогда раньше не происходило потому что слава Господня восходит над вами, чтобы сделать вас полностью и финансово свободными. Слава Богу! Леру, это входит прямо в сердца пасторов. Это для каждого, кто поверит в это и примет это. Но Бог говорит к пасторам церквей. Пасторам. Ты был пастором много лет. 30 лет. Пастор легко может оказаться в ситуации, когда весь его мир ограничивается кафедрой и дверями церкви. Ну, я не могу процветать больше, чем я процветаю сейчас. У меня всего 300 человек. У меня всего 30 человек. У меня всего 1000 человек. Как я могу выступать на телевидении, как доктор Томпсон? У меня всего 200 человек. Вместо того, чтобы посмотреть на тело Христова. Рост вашей церкви внутри вас. Аминь. Я знаю, что это сильно. Бог продолжает говорить, брат Копленд. Аллилуйя. Не сомневайтесь во мне. Позвольте мне направлять вас. И не беспокойтесь об этом, потому что дело не в вас. Дело во мне. Дело в моем слове. Дело в том, что я сказал о вас, потому что вы мои дети. Ваше наследство... Ваше наследство... Ваше наследство во мне. Не сомневайтесь в том, что я говорю. Не сомневайтесь в Писании. Не сомневайтесь в мужах и женах Божьих, которых я посылаю к вам по всему миру. Подчиняйтесь. Когда вы подчиняетесь, ваше семя начнет приносить вам невиданный ранее урожай. Не сомневайтесь во мне. Позвольте мне направлять вас. Дело не в вас, а во мне. Я подниму вас. Поставлю вас в такие места, в которые вы никогда не думали попасть. Господь Боже мой. Аллилуйя. Благословен Господь. Господь, спасибо тебе. Мы прославляем и благодарим тебя. Знаете, возвращаясь к тому, что вы не нищие, и у вас есть семя, возвращаясь к теме, «Ваше семя дает Богу разрешение сверхъестественно действовать в ваших финансах». Я записал это. Господь сказал, «Запиши это». Он сказал, «Ваше семя дает Богу разрешение сверхъестественно действовать в ваших финансах». Бытие 8.22. Мы с этого начали. Во втором послании к Коринфянам 9.10 он сказал, что он дает семя сеющему. Я начал говорить об этих фактах на вчерашней передаче. Факт номер один. Чтобы иметь финансовый прорыв, вы должны подчиниться Духу Божьему и позволить Ему подтвердить вам, когда наступит время сеять. Факт номер два. Мы не хотим становиться богатыми сами по себе, потому что все это состоит лишь из денег. И мы не будем подчинять то, что имеем, Богу, если мы получим это неправильным путем. Факт номер три. А затем мы разложим эти факты на составляющие. Деньги не приносят пользы, если ими не управляет Бог. Святой Дух должен привести вас к богатству. И это то, что произошло. Святой Дух привел меня к богатству. Именно поэтому у меня есть баланс. И это делается правильно. Мы не служим деньгам. Помните, что сказал Иисус в Евангелии от Матфея 6,24? И в Евангелии от Луки 16, главе, Он сказал, что никто не может служить двум господам. Мы не слуги денег. Деньги наши слуги. И когда у вас есть это понимание, что деньги должны служить вам, чтобы служить Богу, тогда у вас правильный подход. Можно доказать, что человек с деньгами может быть в недостатке. Мы немного говорили об этом. Есть много несчастных людей, у которых есть деньги. Да, да. У того богатого молодого правителя были деньги, но Иисус сказал ему, одного тебе не достает. И ему не доставало понимание того, как работают деньги. Поэтому в этом откровении «Вы не нищие, у вас есть семя». Послушайте. Одной из характеристик семени является то, что оно может умножаться. Семя имеет в себе силу, потенциал умножаться. Библия говорит, что он даст семя сеющему. Второе послание Коринфянам 9,10. «И он будет кормить вас, пока вы сеете. И он умножит посеянное семя». Помните, мы говорили о семени, которое посеяно по его воле, куда он говорит нам сеять. Он выбирает почву, в которую мы сеем семя. Теперь я хочу, чтобы вы подумали об умножении ваших денег. Подумайте о том, как они умножаются. Думайте о росте. О сверхъестественном благоволении, сверхъестественном росте, сверхъестественном погашении долгов. Когда вы поймете потенциал и силу семени, вы узнаете, как при помощи сеяния выбраться из любой и каждой финансовой проблемы. Мы должны это понять. Я хочу снова повторить это. Необходим обмен. И семя — это путь, как совершить этот обмен. Вы не нищий. Знаете, есть некоторые люди, которые смотрят эту передачу, и вы думаете, что вы нищие, потому что у вас, возможно, есть не больше пяти долларов. Библия говорит, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Знаете, скупо для вас и скупо для меня могут быть двумя разными понятиями. Но вам нужно сеять. Вы должны понять сеяние. Духовные законы сеяния и жатвы. Откройте снова в ваших Библиях книгу «Бытия 8.22». Вложите в свое сердце эти духовные законы сеяния и жатвы. И в «Бытие 8.22» говорится, «Во все дни земли сеяние и жатва не прекратятся». Так что это закон. Посмотрите на конец этого стиха. День и ночь не прекратятся. Я хочу, чтобы вы увидели слова «не прекратятся». Это закон, который был запущен в действии и не может быть удален. По-прежнему есть сеяние и жатва. Слово «сеяние» является очень важным в библейской экономике. Должно быть сеяние, время сеять ваше семя, если вы ожидаете получить урожай. Я хочу двигаться дальше, брат Копленд. Я хотел говорить об этом, но я хочу коснуться еще нескольких моментов Писания. Нам лучше оставаться там, где мы сейчас, чем получить богатство без помощи Святого Духа. Абсолютно верно. Понимаете, о чем я говорю? Потому что сопровождение Святого Духа... Знаете, просто подбирая более подходящее слово, я уважаю Святого Духа, я знаю, что Он Бог, Святой Дух, но Он также помощник. Он поддерживает нас. И так же, как Он сопровождал вас в Царство Божье и привел вас к исцелению и различным вещам, вы должны консультироваться, должны полагаться, должны зависеть и подчиняться Святому Духу. В этом аспекте Завета Богатства. Он направляет и ведет к истине. К истине. Ко всякой истине. Я впервые понял один момент. Это просто открыло мои глаза. Да. У меня может быть несколько возможностей посеять свое семя. Мои деньги, мое время, мои силы, все что угодно. И могут быть разные возможности. Но я не хочу найти просто возможность. Я ищу то, что для меня истинно. Истинное место, чтобы я посеял семя. И только Дух Святой всегда точно знает это место. Он Дух Истины. Я могу случайно натолкнуться на это место пару раз среди большого выбора других мест. Я могу правильно попасть пару раз. Но если я буду следовать за Ним, я могу посеять свое семя в истинное место. Место истины для меня. И именно там будет результат. Не правда ли, Лерой? Когда ты сейчас говорил, я подумал, в чем истина о деньгах? В чем истина о финансах? В чем истина о богатстве? Что истина? Что Писание говорит об умножении? Что Писание говорит об избытке? Почему Бог хочет, чтобы у нас был избыток? Я имею в виду, жизнь с избытком является частью вечной жизни. Больше, чем достаточно. Давид говорит в 22-м псалме, чаша моя переполнена. Давид говорит, он ведет меня к зеленым пажетям. Я знаю, что это благословение Божье. Он приготавливает трапезу для меня в присутствии моих врагов. Так что вместо того, чтобы опираться на традиционные представления, на теологические представления, на психологию, психологические представления, на философские представления, давайте пойдем вместе с истиной. Святой Дух ведет к истине. И затем, когда начинаются споры о богатстве, об умножении, о финансовой свободе, разве он не сказал еще в Ветхом Завете, «Я сделаю тебя головой, а не хвостом». Да, конечно. В одном из переводов Библии говорится, «Я поставлю тебя наверху, и ты никогда не будешь на дне». Так что я думаю, что ошибки и заблуждения, которые были сделаны духовно в том, что касается финансовой свободы или богатства Божьего, это то, о чем мы сейчас говорим. Что говорит Святой Дух? Что говорит Дух истины? Это не то, что вы чувствуете, не то, что чувствует кто-то еще, это то, что Святой Дух говорит об этом. То, что Он называет истиной, то, что говорит тот и другой, может быть фактом. Но это не делает Его слова истиной. Да, потому что истина изменит факт, но факт не изменит истину. Знаете, Деон Сандерс, мой друг, он использует термин «главное время». Я проповедовал, и Господь открыл мне это, я записал в этой книге. Время сеяния – это главное время для вашего финансового будущего. Слава Богу. Время сеяния – это главное время. Время сеяния – это главное время. Для вашего финансового будущего. О, это здорово. И далее, я пока даю это как краткое содержание. Мы будем идти дальше, углубляясь в различные утверждения и главы. «Время урожая» – это не самое драгоценное время, потому что урожай пришел после главного времени. Сеяние определяет или разрушает ваше финансовое будущее в зависимости от вашего послушания указанию Духа. Давайте откроем 125-й Псалом. Я думаю о финансовом рабстве. Я говорю о том, как можно с сеянием проложить ваш путь из финансового рабства, проложить с сеянием ваш путь из недостатка. И многие, которые слушают нас, получат свои прорывы. 125-й Псалом – это хороший Псалом. Речь идет о рабстве. Речь идет о том, что язычники знают, что наш Бог реален. Речь идет о том, как действительно драгоценны семена. И Псалом убирает сомнения. В одном из переводов написано «несомненно возвратиться», вне всяких сомнений. Так начинается 125-й Псалом. Мы основываемся на том принципе, что время сеяния – это главное время для вашего финансового будущего. В 125-м Псалме там не больше шести стихов, и я хочу прочитать его. Здесь говорится, «Когда Господь возвратил из плена Сион, и вы знаете, что Сион представляет собой церковь, мы были как те, кто видит сон». Знаете, я хочу прочитать его целиком. Но даже из этого одного стиха, из моего прошлого, мой отец был фермером, он работал на правительство. Но из моего прошлого, моего финансового и естественного происхождения, то, что сделал в моей жизни завет, на сегодняшний день, это похоже на сон. В естественном мире не может произойти то, что произошло со мной. Поэтому я могу понять, когда говорится, «из плена в сон». Скажи, если бы кто-то знал о тебе, когда тебе было лет 20, и он бы точно описал то, чем ты сейчас занимаешься, и твое финансовое положение в жизни, ты бы, наверное, сказал, «тебе что-то приснилось». Да, да. Это как сон. Это как мечта. Но вот что в ней хорошо. Послушайте, мечта, она для каждого из Божьих детей. Вам просто нужно сделать выбор ходить в ней. Мечта уже здесь. Бог хочет, чтобы вы проповедовали, учили, изгоняли бесов. Он не хочет, чтобы вы каждый день сражались за то, чтобы удерживаться на плаву, или чтобы вашей семье было комфортно. Христос уже искупил нас от проклятия закона. Он уже обеспечил благословение Авраама. Но мы должны ходить в нем, и семя является путем к этому. Это подобно мечте. Второй стих. «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение». Тогда между язычниками говорили, «Великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, и мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». Теперь посмотрите пятый стих. «Севшие со слезами будут пожинать с радостью». Слава Богу! Тот, кто идет вперед и плачет, отметьте это в своей Библии, «неся драгоценное семя». «Неся драгоценное». Что делает семя драгоценным? Потому что семя начинает урожай. Вы не нищий. У вас есть семя. Знаете, мы можем оставить это и начать говорить о семени в различных сферах. Но сейчас я говорю о финансовом семени. У вас есть финансовое семя. Я знаю, что есть и другие способы сеять. Можно сеять свое время, но мы говорим о финансовых семенах. И здесь говорится, «неся драгоценное семя». Посмотрите следующие слова. «Несомненно», вне всяких сомнений, бессомненно, когда вы осознаете потенциал, силу, получаете указание от Бога, куда сеять это семя, это семя драгоценно. И оно уберет всякое сомнение, потому что сказано, что возвратится с радостью, неся с собой снопы свои. Скажу вам, этот псалом благословлял меня много лет и продолжает благословлять меня и сегодня. Каждый человек, который в плену у системы, в плену у врага в своих финансах, должен знать этот день, когда Господь призывает их с сеянием проложить себе путь на свободу. Он даст семя, он даст почву, он будет работать над этим семенем в земле, в почве и заставит его умножаться. Он сделает это. Аллилуйя. Снопы урожая. Урожай. Лерой, это снопы. Снопы. Помнишь старую песню? «Принося снопы». Если у вас есть вот такая большая связка пшеницы или чего-то еще, это ваш сноп, это ваш урожай. И посмотрите, что здесь сказано. «Тот, кто идет вперед и плачет, неся драгоценное семя, несомненно, возвратится с урожаем». Несомненно. Сомнения. Здесь нет никакого сомнения. Он возвращается с урожаем. Почему? Потому что это духовный закон. И Бог не человек, чтобы ему лгать. Какое замечательное местописание. Какое обетование Божье. Боже мой, Лерой, я не знаю, сколько раз я читал его. И в нем есть слово «плен». Видите? Слово «плен». Возвратил ваш плен. Да, слово «плен». И есть так много людей, которые любят Бога, которые служат Богу, но из-за религии, традиций, деноминации, они все еще в плену. Но, брат Лерой, у меня всего три доллара. Вот что я сделаю. Я подожду, пока у меня не будет тысячи долларов, и тогда пошлю их вам. Нет, нет, нет. Это драгоценное семя. И вы находитесь в таком месте, когда вы плачете над фактом, что у меня есть три доллара, и я сею их, и я, несомненно, вернусь с моим урожаем. Слава Богу. То, о чем люди не задумываются. А что, если точно так же этим утром думает миллион человек? Если бы они только знали, они бы встали и все вместе посеяли в Евангелии три миллиона долларов. А вот уже и Евангелие. Наше время подошло к концу. Мы с этого завтра и начнем, с этого местописания. Но и от того темпа, который задан нам в 125-м псалме. Да. Я думаю, что Господу будет угодно, и наши телезрители будут рады, если ты еще раз вернешься к 125-му псалму. Скажу тебе, Лерой, я читал этот псалм. Уже не помню, сколько раз. Но вчера, я верю, Бог прочитал его для меня. Да. Он прочитал его мне. Да. Вместо того, чтобы я его читал, я верю, что Дух Святой прочитал вчера этот псалм. Да. Давай вернемся к нему. Да. Мы говорим о том, что время сеяния это главное время для вашего урожая. И поймите потенциал и силу семени. Что вам нужно сеянием проложить путь на свободу. Я вчера пророчествовал некоторые вещи в вашу жизнь. Брат Копленд говорил о важности этой передачи. Позаботьтесь о том, чтобы услышать это пророчество и то, что Господь открывал, когда мы начали разбирать 125-й псалом. И Дух Святой показывает нам, что есть так много боящихся Бога и любящих Бога людей, которые по-прежнему находятся в финансовом плену. «Но Господь, используя семя, открывает нам, что вы не нищий, у вас есть семя». И затем в этом псалме Он открывает... Давайте прочитаем его. 125-й псалом. «Когда Господь возвратил из плена Сион, мы были как те, кто видит сон. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш — пение. Тогда между язычниками говорили, «Великое сотворил Господь над ними». Знаете, мы говорили о том, что человеку, который еще не спасен, необходимо видеть, как хорошо заботится Отец Небесный о христианах. Это побудит его спросить у них, «Как это вы так хорошо живете? Или как получается, что вы так благословлены во время кризиса? Когда все остальные похожи в проблемах, тогда вы можете воздать Богу славу и сказать, «Он показал мне, как сеять мое семя». Это семя было драгоценным, и оно принесло урожай. Бог умножил семя, Он освободил меня. «Мой Бог восполняет мои нужды по своему богатству слави. Бог мой источник». Это замечательное свидетельство, Лерой. И я верю, брат Коупленд, что послание о финансовой свободе, деньги приходят к телу Христову, деньги с миссией, эти и многие другие откровения о богатстве нужны этому поколению, потому что я верю, что Иисус возвращается. Я верю, что это послание для последнего времени. И причина, по которой я верю, первое, Бог открыл мне, что это послание последнего времени. И второе, если все люди по всей земле должны услышать Евангелие, если мы собираемся идти по всему миру и проповедовать Евангелие, должны быть финансы в соответствии с местами и обетованиями Писания, чтобы Евангелие могло свободно проповедоваться везде. Я думаю, что это послание о финансах. Когда Бог дал мне послание «Деньги приходят», Он сказал мне, через год или два после того, как приходит откровение, ты его на время откладываешь в сторону, и Бог сказал, нет, нет, нет. Он сказал, послание «Деньги приходят» должно оставаться до прихода Иисуса, потому что это послание будет финансировать Евангелие для многих душ, которые никогда не слышали Евангелие. Так что в этом псалме Бог сегодня для этой передачи заранее запланировал и объявил, что мы будем здесь. И есть те, кто смотрят эту передачу и находятся в финансовом плену. Находились в финансовом плену и не знают ничего, кроме финансового плена. Они будут освобождены простотой Евангелия, и Бог возвратит их из плена. Потому что, когда Он сказал, что возвратит нас из плена, я размышлял, почему святые Ветхого Завета ходили в этом благочестивом процветании. Авраам, Исаак, Иов, Соломон, Давид, деньги, серебро и золото не были вопросом. Для них это было обычным делом. А мы читаем послание к евреям и говорим, что у нас Завет лучше, что случилось с деньгами. И я думаю, что Бог возвращает церковь в такой тип богатства. Есть остаток, который войдет в него и будет использовать его для Божьей славы, исполнять различные принципы, которые мы обсуждали до этого момента, делая все, чтобы Бог был их главой, направляя их и говоря им, что делать. Возвращаясь к 5 и 6 стиху, они действительно привели нас вчера в восторг. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Есть еще один аспект, который Дух Святой показал мне. И дальше. Следующий стих говорит о драгоценном семени. Да. О, да. «И Господь показал мне просеяние со слезами и драгоценное семя». Знаете, когда у вас нет многого, и Бог обращается к вам, у вас есть 80 долларов, и Бог говорит вам о 75, вы испытываете на себе давление. Это делает семя драгоценным семенем. Да, это так. И я сел со слезами, понимаете. Вы знаете, что вы должны это сделать. Вы доверяете Богу, но если вы посмотрите на естественные обстоятельства, что же со мной будет, если я сделаю это? Но Бог сказал вам это сделать. Я помню много случаев, когда Бог говорил мне, «И Кэролин сеять». И мы не были способны сеять с естественной точки зрения. Но мы сеяли, потому что Он сказал нам сеять. И это работало. И Он учил нас, как действовать и сделать семя драгоценным. Потому что Писание говорит здесь, в 6 стихе, «Тот, кто идет вперед и плачет, неся драгоценное семя, заметьте о слезах, говорится в 5 стихе, плачет, неся драгоценное семя, говорится в 6 стихе, и затем переходит к утверждению, «Несомненно, возвратится с радостью». Несомненно. Другими словами, вне всяких сомнений. Если вы сеете семя, куда Бог сказал, то количество, и туда, куда Бог говорит вам сеять, несомненно, вы вернетесь, как Он говорит, с радостью, уже не плача. Радуясь. С урожаем. С урожаем. Итак, Он пошел со слезами и со Своим драгоценным семенем. И жатва упоминается в обоих стихах. 5 стих. «Всеявшиеся слезами будут пожинать с радостью». Тот, кто идет вперед и плачет, неся драгоценное семя, несомненно, возвратится с радостью, неся свой урожай с собой. Лерой, я вижу здесь кое-что, где люди, которых Бог благословил финансово, совершили ошибку, которую уже совершали до них, о которой Моисей предупреждал прежде, чем они перешли Иордан и вошли в Ханаан, где было их богатство. Он сказал, «Вы пойдете туда, в дома, которые вы не строили, и к колодцам, которые вы не копали, и станете богатыми. Не забывайте, что это Бог, который дал вам силу. Бог, тот, кто дает вам силу приобретать богатство». Чтобы утверждать его завет. Так что может случиться, что вы не перестанете сеять, но ваше семя уже не будет драгоценным. Когда вы впервые принесли это драгоценное семя, «Боже мой, это вполне могло быть все, что у вас было». Со мной случалось. Да. Когда это было все, что у меня было. Я вспоминаю один случай, когда Господь сказал мне дать, и это было 75% от всего имущества служения. Да. Были случаи, когда это составляло 100%. Все, что у меня было. Это было драгоценное семя. Да. Это было все, что у меня было. Но потом, знаете, у вас несколько тысяч долларов в банке, и Господь говорит вам пожертвовать тысячу долларов. И вы просто садитесь, выписываете чек на тысячу долларов и отправляете его. Это замечательно. Но если вы не очень внимательны к своей духовной жизни, вам нужно понимать, что если Бог призывает вас посеять эти тысячу долларов, это драгоценное семя. Вот где понимание. Понимание в этом процессе сохранит семя драгоценным. Скажи это еще раз. Понимание во время процесса послушания Богу, знания, что делать. Верно. И сеяние последнего, что у вас есть в вере, в послушании тому, что Бог сказал вам делать, и верность, и желание, понимание, которое приходит в этот период. Я сейчас говорю о личном. Понимание драгоценности семени, хотя вы пока еще здесь, и у вас ничего нет, но когда вы попадаете сюда с урожаями, снопами, и вы благословлены, это семя по-прежнему драгоценно. Потому что суть не в том, что деньги приходят, суть в послушании Богу, суть в желании, суть в верности, суть в том, чтобы делать то, что Бог сказал вам делать. Поэтому даже если у вас сейчас есть большая сумма, и у вас есть семя, чтобы сеять, неважно, если это тысячи или пятьдесят тысяч, каждый раз, когда вы сеете, после того, как научились этому, оно драгоценно. Драгоценное семя. Это драгоценное семя. Оно должно быть драгоценным, потому что оно начинает божественное действие. Все, что начинает, что запускает божественное, все, что запускает сверхъестественное, от Бога. И вы должны признавать, что это драгоценно. Потому что, если вы начнете воспринимать это несерьезно на любом этапе, тогда священность и благоговение исчезают. Поэтому люди очень часто не видят в этом благоговение перед Богом. Они не расценивают время сеяния, как священное для Бога. Это священно для Бога, потому что Он привел это в действие. Я видел пасторов церквей, которые встают во время сбора пожертвований и принижают это. Ну, понимаете, я знаю, что мы должны собрать пожертвования. И вообще, знаете, на телевидении есть реклама. Так что у нас тоже должно быть время рекламы. Удивительно, как на него потолок не обрушился. Одна из лучших вещей в этой сфере, которым Господь научил меня в то время, когда я был пастором церкви, теперь каждое воскресенье люди получают урок. Это может занимать полчаса во время пожертвований, полчаса на урок. Да, это важно. Да, просто обучение людей Божьих важности послушания Богу в этой сфере, тому, что для каждого Божьего ребенка есть прорыв. Лерой, знаешь, я не думаю, что я не прав, говоря это. Так же, как ты. Я говорю это на основании 37-летнего опыта такого образа жизни. Если кто-нибудь говорит, брат Копланд, я просто сею и сею, но ничего не пожинаю, я сразу бы обратился к трем аспектам. Сразу же. Номер один. Живу ли я в любви или нет? Если вы не собираетесь исполнять заповедь в данную церкви, тогда у вас уже проблемы. А сколько веры действует любовью? Номер два. Отдаете ли вы десятину? Номер три. Драгоценное ли для вас семя? Я не думаю, что с моей стороны неправильно ставить драгоценность семени рядом с десятиной и рядом с соблюдением главной заповеди для тела Христова. Знаешь, что я услышал, когда ты говорил это? Это правильный порядок. Я услышал, Божье естество соединено с природой семени, которая сеется по его воле. Естество Божье, сама природа Божья. То, чем и кем он является. Мы соучастники его божественного естества. Это естество течет через нас, чтобы принести божественную систему, систему Божью в этот мир. Естество Божье соединено. Я никогда раньше этого не слышал. Естество Божье соединено с семенем, которое сеется по его воле. И это также проходит через ваше естество, потому что вы послушались Бога, и поэтому это производит... Боже мой! Вот почему это производит божественные результаты. Вот почему это производит сверхъестественное, потому что это использует творческую способность Бога. Так что, когда вы в послушании, желании и верности, то вы действуете в этом естестве, и поэтому совершаются божественные дела. И когда это семя попадает в почву, оно под божественным помазанием, и оно приносит божественный результат. Мы рождены свыше, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, которое живет и пребывает вовек. Само естество Божье, потому что мы рождены от Его семени. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Мы были рождены от семени этого Слова, так что само Его естество в нашем возрожденном духе. Да. Да. Вот почему наш внутренний человек так быстро реагирует на это, не так ли? И мы можем действовать на его уровне. О, удивительно. В божественном, сверхъестественном семя, финансовое семя, это всего лишь контакт с естественным миром. Для того, чтобы принести сверхъестественное проявление. И когда мы читали, я не хочу упустить это, «Когда мы читали 125-й Псалом, когда ты разбирал его, и там говорится «несомненно», другими словами, «без сомнения», «без те несомнения», «возвратиться». И в обоих стихах вы увидели, что речь идет о жатве. И если вы обратитесь к пятому стиху, необходимо подчеркнуть тот факт, что будут пожинать. Абсолютно верно. «Будут» — это очень сильное слово в языке. И когда человек видит это в духе и подчиняется, тогда он легко может согласиться с главой в моей книге. Время сеяния — главное время для вашего финансового будущего. Это не время урожая. Вам нужно радоваться, когда вы сеете семя. Радоваться, словно урожай уже пришел, потому что он на самом деле уже пришел, если вы в это верите. Люди могут радоваться. «Знаешь, я получил 40 тысяч долларов. Вам нужно было радоваться тогда, когда вы посеяли семя для этого. Тогда бы это случилось быстрее». Со мной такое однажды произошло. Я действительно был благословлен. Было так, словно это свалилось неоткуда. Мы сеяли все, что у нас было, в то, что Бог сказал нам делать. И выглядело так, будто у меня ничего не осталось. И несколько дней спустя это пришло. И, конечно, я был очень благодарен. Я был в восторге. Да. Я сказал, «Господь, почему я не прыгаю от радости об этом еще сильнее, чем сейчас?» И он ответил, «Потому что ты получил это. Ты прыгал от радости в тот день, когда я сказал тебе об этом и дал тебе откровение того, что нужно делать, чтобы получить деньги для телевизионного проекта, который я сказал тебе осуществить». Он сказал, «Ты помнишь, как это восхитило тебя в то раннее утро, когда я сказал тебе об этом?» Я ответил, «Ну, конечно, потому что я не знал, как вообще я когда-либо смогу это сделать?» И он сверхъестественно служил мне в тот день. Или, Рой, я был в восторге. Я прыгал по комнате. «О, Бог, я вижу это! Я вижу это!» Что я делаю? Я называю несуществующее, как существующее. В благодарность Богу. Именно тогда это и пустило корни. Именно тогда. Семя ухватило за почву в тот момент. И это уже сделано. И тогда я радовался и веселился, и воздавал благодарение. И каждый раз, когда я позже вспоминал это, радость от Господа снова приходила ко мне. И не потому, что кто-то дал большое пожертвование в служение. Это было первое большое пожертвование, которое я видел в этом служении. Но причина была не в этом. Это было здорово. Не поймите меня неправильно, это восхитительно. Но меня восхитил именно сам процесс. Потому что если это срабатывает один раз, это будет работать каждый раз. Если вы задействуете все Божье Слово, вы, несомненно, получите урожай. Вы не можете пропустить процесс. И вы не захотите пропустить процесс, потому что именно процесс дает вам понимание и учит вас, убирает все сомнения и приводит вас в состояние веры. Так что кто бы и что бы против этого не проповедовал, кто бы не говорил, что это не сработает, вы знаете, как вам быть. Я имею в виду, что даже если вы оставите меня в джунглях, я знаю, как мне быть. Вы не сможете убедить меня в том, что это слово не работает. Вы не сможете убедить меня в том, что если я посею согласно Божьей воле, я не получу урожай. Поэтому мне не надо беспокоиться о голоде, о финансовом кризисе, об экономической ситуации в мире. Я в совершенно другой системе. И Бог хочет, чтобы все его дети были в его системе, чтобы когда ситуация ухудшится, а сейчас все ухудшается, когда все выглядит так, словно ничего больше не работает, дети Божьи знали, как ходить в этих принципах, радуясь. Лерой, давай поговорим одну минуту. Я хотел бы услышать твой комментарий об этом. Я видел замечательных служителей, помазанных людей Божьих, которых Бог призывал в такие места, где у людей ничего не было. Люди там нуждались в Боге и были больны. Во всей той стране вообще не было финансов. Эти служители приезжали в эту страну. И их служение было сильно затруднено. И они боролись, и боролись, и боролись, и боролись. Потому что они так сильно зависели от нескольких людей в Соединенных Штатах. Им приходилось возвращаться оттуда, оставлять свое служение, и возвращаться в Соединенные Штаты, и ходить по тем же самым нескольким церквям. Это занимало у них три месяца в году. В то время, как им нужно было быть в той стране и проповедовать Слово Божье, и исполнять свою работу там, где они были призваны быть. Но им нужно было возвращаться в Соединенные Штаты, и ходить по этим церквям, и пытаться собрать достаточно денег, и набрать коробку старой поношенной одежды, и так далее. Скажу вам, если есть что-то, что ранит сердце Отца, так это видеть своих детей, делающих это. Хотя все это время Он призывает их нести процветание в тот регион. Да, это традиционные установки. Традиционные миссионерские установки. И я надеюсь, что миссионеры, которые смотрят эту передачу сегодня, ухватятся. Они не обязаны так жить, верно? Нет, абсолютно верно. Честность Слова Божьего поднимет уровень в любом месте. Процветание есть повсюду. Даже если Богу придется послать танк, танк с деньгами, прорваться, чтобы доставить вам деньги, неважно, где вы находитесь, это придет, если вы будете действовать в системе. Абсолютно верно. Я имею в виду, это традиция, что они думают, что им нужны церкви, чтобы работать в этой области. Этим самым они отрезают себя от Бога, как от источника. Они могут сделать процветающую ту нацию, в которой находятся. Точно. Если они будут идти там со Словом Божьим. Посмотрите на город Дэру. Да, как будто ты сам не являешься тому примером. Я до конца своей жизни никогда не забуду, как я узнал, что твой прапрадед был рабом в этой же самой земле. Работал на тростниковом поле, прямо там, где стоит церковь, которую ты основал. Прямо посередине маленького крохотного городка. Боже мой, посмотрите, что сделал Бог. Он взял семя слез твоего прапрадеда и дал тебе процветание через это семя с Божьим откровением. С Божьим откровением. Прямо там же. И есть богатые люди, которые даже не знают Бога, но они хотят приехать в Дэру и построить там загородный клуб. Да, построить большое поле для гольфа, потому что это процветающая местность. Они строят еще одно прямо сейчас. И это не началось с загородного клуба, это началось в церкви. Правильно, потому что место, где сейчас стоит загородный клуб, должно было быть свалкой мусора. Слава Богу. Евангелие изменило это. Евангелие меняет это. Бог посылал меня в некоторые места и говорил, я хочу, чтобы ты приобрел здесь собственность, потому что я хочу разрушить дух нищеты в этом месте. Слово превратило свалку мусора в самый престижный район в этой части. Поле для гольфа. Там должна была быть свалка мусора. Мы приобрели эту землю. Один политик сказал мне, не лезь туда. Когда он сказал, не лезь туда, Господь сказал, возьми ее. И мы купили эту землю и начали пророчествовать этой земле, и начали проповедовать, и это превратило свалку мусора в драгоценность. Поле для гольфа. И там живут самые богатые люди, и они строят еще одно поле. Они недавно выкопали большой пруд, и они строят еще одно поле прямо через улицу по соседству с нашей землей. Там благословение Господа. Да. Наше время подошло к концу. С этого мы завтра и начнем. Скажу вам, вам не стоит это пропускать. Слава Богу. Я разговаривал со своим духовным отцом, Морлом Робертсом. Он говорил о том, что кто-то сказал ему. Дело в том, что у него в некоторых сосудах и в артерии, идущей в сердце, стояли стенты, и они износились. Они стояли у него уже много лет. И ему сказали, нам нужно ввести туда новые стенты. И сейчас есть новые стенты, которые не изнашиваются. Они действительно на 50% лучше, чем те старые. И кто-то сказал ему, а почему бы тебе... Знаешь, ведь это рискованно, делать в твоем возрасте. Ты же можешь не волноваться и просто принимать свои лекарства, понимаете? Он сказал, не волноваться, принимать мои лекарства, рискованно? Он ответил, я шел на риск всю свою жизнь. И Лерой, он сказал кое-что, что врезалось в меня как пояс. Он сказал, кроме того, альтернатива потрясающая. Потрясающая. Небеса. Потрясающие. Точно. Откровение от Бога потрясающее. Прекрасное слово. Оно вошло в мой словарный запас. Да, я это заметил. То, что мы услышали от Бога о семени и урожае, о драгоценном семени, и что вы, несомненно, вернетесь с урожаем, и что вы не нищий, у вас есть семя, это потрясающее утверждение. Чудесное время. Чудесное время. Самое время телу Христову вырваться на свободу. Знаете, финансовые битвы, финансовые твердыни, финансовый стресс, финансовое ярмо, и мы говорили вчера о 125-м псалме. Финансовый плен, и мы все еще имеем дело с семенем. Мы не отклонились от нашей темы о силе и потенциале семени, потому что это духовный закон. И сегодня я хочу поговорить о том, как выбраться из недостатка финансов. Вы были в этом состоянии долгое время, и кажется, что выхода нет. Вы пытаетесь выбраться из этого. И еще одно. В заключение прошлой передачи я хотел подчеркнуть это. Я не говорил вам об этом, но это хорошо. Мы не говорим о распродаже своих старых вещей. Знаете, часто люди попадают в ловушку этих распродаж. Мы не говорим о распродаже. Мы говорим о семени. Эта распродажа может стать семенем. вам нужно через сеяние проложить путь на свободу. Вы не можете проложить для себя этот путь через распродажи. Вы прокладываете этот путь через сеяние. И что меня раздражает, так это, что вы продаете на распродаже то, что могло бы стать семенем в чью-то жизнь, для того, чтобы Господь смог освободить вас. Мы возвращаемся к драгоценному семени. Да, прямо к этому. Возвращаемся к этому. Вы отдаете только то, что вам больше не нужно. Лерой, я видел, как поступают люди, и это была идея из небес. Я видел, как люди устраивали распродажи, чтобы обратить свои старые вещи в деньги. Вместо того, чтобы отдавать кому-то что-то, что им уже не нужно, они продавали это, затем брали семя и сеяли его. Тогда это семя становилось драгоценным в глазах человека, который его получил. Иногда я замечал следующее. Если я просто отдаю что-то, что мне уже не нужно, если я отдаю что-то таким образом, то придет время, когда вам надоест получать чьи-то объедки. В этом и проблема. Так вы будете оставаться в этом болоте. Да. Ты будешь оставаться в болоте. Я буду оставаться в болоте. Если только вы не сможете дать мне что-то, не важно что, но так как это ваше, то это драгоценно для меня. Именно так, верно. Что-то, что вам нравилось, что вам нравилось носить, что-то, что вам нравилось, это имеет для меня значение. Это сокровище для меня. Но если я нахожусь в нужде, и вы приносите мне рвану, рубашку, и затем говорите, что это от Бога, не знаю, что-то мне в этом не нравится. Что-то не сходится. Нет. Но если человек приносит что-то, и это все, что у него есть, то это драгоценное семя. Я видел, как люди говорили, смотри, это мое барахло ни на что не годно, так что они устраивали распродажу, а затем брали эти деньги. Тогда это другой вопрос. Да. Да. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, когда отдают всякое старье, отдают что-то, что уже не представляет никакой ценности. Верно. А что вы будете делать с сотней заношенных костюмов? Вы получите стократное воздаяние, если вам отмерят той же меры, как умерите и вы, и Иисус сказал, что так будет. Это вернется на том же уровне. Это не драгоценный, Лерой. Простите меня, но я не могу оторваться от этого драгоценного семени. Да. Драгоценное семя. И кроме драгоценного семени, пока ты говорил, есть еще один аспект, который Святой Дух напомнил мне, и на важность которого тело Христова и телезрители должны обратить пристальное внимание. Вторая книга, Паралипоменон, 20-20. Против царя Иосифата выступили пять армей. И он пришел к такому состоянию, он молился и постился, и он сказал, «Господь, я не знаю, что делать, но мои глаза устремлены на Тебя». И после этого заговорил пророк. Я хочу поделиться с телезрителями тем, как важно, чтобы они уделяли внимание тому, что мы говорим. Когда Иисус приходил в определенный город, Он говорил, «Дух Господень на мне». Фактически я услышал это от Тебя. Практически везде, куда Он приходил, Он проповедовал то же самое послание, чтобы они знали, что Он помазан освободить пленных. И пока я сидел здесь, я был в духе, и Господь сказал, «Расскажи им про вторую книгу Паралипоменон, 20-20». Иосифат сказал народу, «Подождите, верьте в Господа Бога, и вы будете утверждены. Верьте Его пророкам». Вот оно. «И вы будете процветать». Так что у наших телезрителей есть возможность, когда Бог помазывает нас и использует в этой сфере возможность услышать и действовать в том, что говорит Дух Божий, и они точно будут процветать. Итак, как вам выбраться из недостатка? «Знаете, кто-то сказал, «Я был воспитан в недостатке, женился в недостатке, работаю в недостатке, получил образование в недостатке, я получил степень в колледже, но я по-прежнему в недостатке». Как же мне выбраться из этого недостатка? Каждый раз, когда кажется, что я выбираюсь, что-то затягивает меня обратно. Это есть в 26 главе книги Бытия. Там идет речь о Бесааке. И мы собираемся узнать это. Вы готовы к процветанию? Потому что процветание приносит не только гонение, оно приносит зависть. Да. Оно приносит зависть. Есть другой уровень. Когда вы входите в процветание, люди в некотором роде обижаются. Те, кто не хочет поверить. Знаешь, Лерой, я видел, как это происходило. Когда есть целая семья, и все они живут на одном уровне, и это длится уже лет сто. Но один из членов семьи ухватывается за Слово Божье. Знаете, такое было с Кейтом Муром. Кейт и Филлис ухватились за Слово Божье и отделились от своего окружения. Они переехали в Талсу, штат Оклахома, поступили в библейскую школу Рэма и начали процветать. И дома некоторые родственники разозлились на них. Да. Вы что думаете, что вы лучше нас? И так далее. Вы говорите, что Бог благословил вас. Как это Бог благословляет вас и не благословляет нас? В то же самое время благословение Божье было на них всех. Еще бывает так. Они ничего не будут говорить об этом, но они придумают что-нибудь еще, чтобы уколоть вас. Но вот что беспокоит. Да, как раз таки вот это. Они не хотят этого говорить, но они скажут что-нибудь другое. Но тут не обходится без гонений. Не без этого, правда? И без зависти. Вы помните Иосифа и его сон? Бог начал работать с ним, и его братья позавидовали ему. Мы увидим это прямо сейчас на примере Исаака. В 26 главе Бытия написано... Позвольте, я вам прочитаю. Как вам выбраться из голода? Голод. Вот как Господь мне это показал. Голод. Это когда у вас есть хорошая работа, но вам едва хватает на оплату счетов. Что вы делаете во время голода? Другими словами, люди думают, что голод это когда у вас вообще ничего нет. Нет, голод это когда вы пытаетесь держаться на плаву. Голод это когда вам не хватает. Вот что я считаю голодом. Понимаете, что я говорю? Я сам испытывал голод. И в Бытие 26.1 говорится, «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Вимелеху, царю филистимскому, в Герар». И потом 12 стих. «Тогда Исаак, с божественного позволения, с драгоценным семенем от Бога, сел Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». Я читал это, брат Коплэнд, и обычно, когда я читал это место, то думал о голоде. Все они во время голода с божественного позволения, под божественным помазанием и о стократном урожае в земле голода. И я читал это, и Господь сказал, «Ты не прочел последнюю часть». Я сказал, «Что?» Так благословил его Господь. Я сказал, «Ну, я думал, это связано». Он ответил, «Нет». Он сказал, «Из-за того, что Исаак послушался меня, он получил что-то большее, чем сто крат. Он получил мое воздаяние для себя, он получил мое благословение для себя, мое подкрепление для себя. И он сказал, «Я покажу тебе почему». Читай дальше. Я сказал, «Хорошо, Господь». Написано, «И стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей». И филистимляне стали завидовать ему. И затем 16 стих, «И Авимелех сказал Исааку, «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Господь говорит, «Благословение было на нем». Господь сказал, «Ты смотрел на стократный урожай, Лерой, ты смотрел, как он сел в земле голода, но потому, что он послушался меня, благословение пришло на него. Благословение от Господа делает богатым, и он не прибавляет печали к нему». Бог сказал в 28 главе Второзакония, «Если ты послушаешься меня, я повелю моим благословением прийти на тебя». «Есть заповеданное место благословения, которое верующий может занять послушанием Богу с драгоценным семенем». И вы придете к тому, что все, возвращаясь к первому псалму, и все, что бы он ни делал, будет преуспевать. Вы окажетесь в таком месте, где все, к чему вы прикоснетесь. Для другого это не будет работать, и вы прикоснетесь, и это начнет работать. Потому что на вас есть благословение. Разве Бог не является частью проклятия? Да. Правильно, это перечислено в проклятии закона. Абсолютно верно. Послание Галатам 3.13 говорит, «Христос искупил нас от проклятия закона, чтобы благословение Авраамова могло прийти на язычников, или на людей, которые не знают Бога, через Христа Иисуса». Вот оно, прямо здесь, верно? Процесс сеяния должен привести вас от проклятия к благословению. Абсолютно верно. Другими словами, когда вы входите в благословение, вы и я, вы входите в благословение, у меня нет проблем с сеянием. Семя и сеяние, это привычно для меня. Я знаю, как это работает. Это ваш стиль жизни, вы так живете? Так что я сеятель. Я сеятель, поэтому я сейчас хожу в благословение. Я уже прошел тот этап, когда говорил, я не знаю, сеять мне это или нет, я уже далек от этого. Я хожу в благословение, и я автоматически буду сеять, потому что я хожу в благословениях Божьих. И Бог повелевает своему благословению постоянно пребывать на мне. Итак, Исаак сел в той земле. И знаете, я разговариваю с людьми, у которых проблемы со стократным урожаем. Я готов ударить кого-то, кто спорит с стократным урожаем, когда вы говорите о Боге. Как вы можете? Я слышал, что брат Робертс говорил о первой главе второзакония, в тысячу крат. Как вы можете быть против ста крат, когда сам Господь Иисус сказал в Евангелии от Марка 10, 30, что вы получите стократ ныне во время сие? Как вы можете судить стократный урожай на основании того, что вы можете получить, когда у Бога есть столько людей во всем мире? Я говорю это не для кого-то лично, но я сидел там, и я сказал, «Бог, знаешь, у некоторых людей проблемы со стократным урожаем». Бог ответил, «Послушай, я не ограничен». Он сказал, «30, 60 и 100 крат только для того, чтобы дать тебе ориентир, где ты находишься». Речь совсем не о моих способностях. Не о его способностях. Мои способности не ограничены. Да. Знаете, он просто преподал мне урок. Мои способности не ограничены. Итак, брат Копленд, что значит «главное время»? Это правильное время. Это время благоприятное. Возвращаясь к 125-му псалму, говоря о драгоценном семени, «Несомненно, несомненно вернется. Если вы станете сеятелем для него, ваше семя станет больше, чем урожай обычного человека». Если вы станете сеятелем для него, ваше семя станет больше, чем урожай обычного человека, потому что Бог хочет вывести из земли обычного. Если вы ему это позволите, если только вы позволите мне помочь вам. Это не зависит от того, что вы делаете, это зависит от вашего послушания в сейни. Три вещи. Хотение. Потому что я читал 8 главу 2-го послания к Коринфянам. Давайте откроем ее. 8 глава 2-го послания к Коринфянам. Если я смогу найти этот стих. Хотение или усердие? Послушание и верность. Вот оно. Я размышлял и готовился работать над своим посланием, и Господь повел меня к этому стиху. В 8-й главе 2-го Коринфянам. Знаете, в церкви Македонии они давали. Во 2-м послании к Коринфянам, 8-12, написано. Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Вот оно. Прямо здесь. Черным по белому. Прямо здесь. Да, здесь, видите. Усердие, если вы захотите. Возвращаясь к тому переводу, я говорил, и телу Христа нужно снова это услышать. Нас слушает очень много людей. Возвращаясь к тому переводу, Висайя 1-19, в старом переводе, живая Библия говорится, «Если только вы позволите мне помочь вам, если только вы послушаете меня, я сделаю вас богатыми». Как это звучит на дальнем переводе? Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если только вы позволите мне помочь вам. Да, в книге Иова 36-11 это сказано иначе. «Бог сказал, я призвал вас ходить и жить в процветании. Если вы послушаетесь меня, будете хотящими. Хотящими и послушными». Вы можете быть послушными, но не хотящими. Или вы можете быть хотящими, но не послушными в определенной мере. Понимаете, о чем я говорю? Так что он говорит «хотение, послушание и верность». Откройте Евангелие от Луки 16 главу. Там говорится о верности. «Если ты верен в малом, я поставлю тебя правителем над многим». Так что эти три вещи, я обнаружил это в своей жизни, должны присутствовать эти три вещи. Итак, у вас есть 125-й псалом, у вас есть 26-я глава бытия. Мы говорим о том, как вытащить вас из финансовых сражений, из финансового стресса, вытащить из финансовых твердынь. Твердыня — это все, что противится воле Божьей. Вы скажете, «Брат Томпсон, брат Коплан, почему вы все так часто об этом твердите? Это наше поручение для тела Христова. Это мое поручение. Я не выбирал Бога. Бог выбрал меня. И Он дал мне знание откровения. У меня даже нет способности делать все то, что я делаю. Но помазание Божье, вдохновение Святого Духа, просвещение Духа Святого дает мне силы идти и делать это. Я стоял перед людьми, которые намного умнее меня. Но Господь вложил это в мой дух, чтобы принести это телу Христову. Если кто-то может говорить об этом, то и я могу говорить об этом, потому что у меня не только есть откровения об этом, у меня есть опыт в этом. Я пришел ниоткуда. Я был никем, не знал никого, и никто не знал меня. В долгах. В долгах, по шею своей бабушки, если речь идет о долгах. Но Господь вывел меня, и затем Он научил меня. Он дал мне откровение, и я действительно не могу. Некоторые люди считают меня заносчивым, когда я говорю о благословениях, которые у меня есть, и что Господь дал мне, но я всего лишь делаю рекламу. Знаете, я не боюсь. Я не хочу скрывать того, что Бог для меня сделал. Разве Господь не сказал тебе конкретно это и делать? Да. Он сказал тебе говорить людям о том, как Он благословил тебя. Не так ли? Да. Я говорю о своей собаке, я говорю о своей машине, я говорю о своем доме. Я знаю, что люди злятся на тебя за это, но им не обязательно злиться на тебя. Они не поняли, что я делаю. Они разозлились на то, что ты сказал в послании, которое ты проповедуешь. Ты проповедовал это послание в нашей церкви во время 30-дневных собраний. И откровение Божье возрастало и возрастало и возрастало. И ты не говорил этого до тех пор, пока мы уже не пробыли в этом собрании три с половиной недели. Одно слово. И оно вписалось. Мы были в таком восторге. Я имею в виду, все в церкви. Ты упомянул эту собаку и нас просто прорвало. Но люди прослушают полкассеты, не слыша остальных трех недель, а потом злятся на вас. Именно так дьявол и использует такие вещи. Они провалили экзамен. Если вы не знаете, что в сердце человека, я знаю твое сердце, ты знаешь мое сердце. Если вы не знаете, что в сердце человека, человек может сказать что-то. Если вы не знаете сердца человека и дух, в котором он это говорит, вы можете наброситься на Него, потому что иногда мы говорим очень сильные слова, но это Дух Божий. Когда человек возрастает в Духе, знаете, он начинает думать так, как думает Бог, и он начинает говорить некоторые вещи. Это выше моего понимания, почему Бог дал мне такое служение, такое призвание говорить людям Божьим, что благословение Авраама пребывает на мне. И один из путей, как я могу это сделать, это говоря о естественных вещах. И затем я возвращаюсь к этому. Потому что когда они говорят о необходимости баланса, брат Копленд, хорошо, давайте соблюдать баланс. Посмотрите, мы прошли очень большой путь, прежде чем сдвинуть чашу весов. Это здорово. Мы прошли долгий путь. Вы говорите о несбалансированности. Аспект несбалансированности в том, что дети Божьи живут ниже уровня жизни. Мы еще не подняли эту чашу весов. Несколько человек вырвались, но чаши весов все еще... Мы далеки от этого. Да, конечно. Боже мой. Мы возвращаемся к тому, о чем говорили раньше на этой неделе. Есть люди, которые считают себя процветающими, если у них 40 тысяч долларов или 50 тысяч долларов. И есть люди, которые считают себя процветающими, потому что у них несколько миллионов. Лерой, мир тратит миллиарды, не покупая ничего. Не покупая ничего. Его тело Христово думает, что оно вышло из баланса, потому что у него есть миллион долларов. Боже мой. Да вы ничего не сможете сделать, имея миллион долларов. Попробуйте купить самолет за миллион долларов. Да, попробуйте проповедовать Евангелие за миллион долларов, так как оно должно быть проповедано. Вы не сможете. Кончится тем, что вам придется добираться на козле. Совершенно верно. И я знаю, каково это. Ты ведь тоже. Да. Я был там. Я больше не вернусь на тот путь. Нет, нет. Слава Богу. Лерой, нам придется вернуться к этому в понедельник. И прямо с этого и начать. Есть некоторые вещи, которые нужно сказать сейчас. Это одна из вещей, о которых мы поговорим. Духовные законы производят сверхъестественные результаты. Лерой, без сверхъестественных результатов мы даже туда не доберемся. Нет. Пять миллиардов человек на этой земле идет в ад. И мы еще спорим о деньгах? Лерой, каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» является днем пожертвований. Господь конкретно сказал мне об этом. И я боролся с тем фактом, что я буду учить всю неделю о законах преуспевания, а затем люди подумают, ты это делал только лишь потому, что пытаешься заполучить наши деньги. Это супермаркетам нужны только лишь ваши деньги. Здесь другая продукция. И вы должны быть послушны Богу. Это принцип, изложенный в шестой главе послания к галатам, когда кто-то учит духовным вещам. И мы говорим о духовном процветании, о процветании, которое достигает. Все эти принципы работают. Они работают в вопросе спасения, они работают в принятии всего от Бога. И прямо сейчас Бог сказал мне, чтобы мы участвовали в финансовой сфере. Если у вас с этим проблемы, я не хочу, чтобы вы давали. Я хочу, чтобы вы оставили это у себя и принесли это перед Богом. Пока это не станет радостным, счастливым даром. Бог любит того, кто дает с радостью. Когда вы сможете посеять это с радостью, тогда сеете слава Богу. Отец, мы молимся о финансах этого служения, об этой телепередаче и ее служении по всему миру. Я прошу тебя, пожалуйста, открывай нашим телезрителям, как они финансово могут участвовать в работе этого служения. И мы прославляем и благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Лерой, я не знаю, что заставляет людей думать, что нам бесплатно дают время на телевидение. Это совсем не так. В любом случае, это не так. Иногда некоторые станции давали нам бесплатное время. И ТБН дает некоторым служениям свое время. Но не нам. Мы с радостью сеем наши финансы в ТБН и их служение. Слава Богу. Поскольку именно так Бог и сказал нам это делать. В год за наше эфирное время мы платим около 30 миллионов долларов. И мы сейчас в процессе его удвоения. Мы не можем в финансовом плане удвоить телевизионные служения, не увеличивая затраты на производство передач. Слава Богу. Просто делайте то, что Бог говорит вам делать. И для этого вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Нашу новую книгу вы можете приобрести, написав нам по адресу, который вы видите на экране. Станьте частью хорошей церкви. Аминь. Мы с Лероем вернемся на следующей неделе так, что вам точно не стоит пропускать эти передачи. А пока мы, Кеннет Копланд и Лерой Томпсон, напоминаем вам, что Иисус Господь.